Всем привет, дорогие друзья! С вами Кастин и Юрий Чтопкин, и прямо сейчас вместе с вами мы снова играем на проекте Блэк Раша. И в этом ролике, друзья, я расскажу вам о том, как легко и просто получить водительские права всех категорий, а также лицензию на оружие. И напомню в самом начале, что если, дружище, ты никогда не играл на Блэк Раша, то ты можешь прямо сейчас присоединиться совершенно бесплатно. Перейди в описание под этот ролик, там есть две ссылки, по которым ты можешь скачать игру с тебе на устройство. Также, ребята, напомню, что у меня на канале проходит конкурс на 2000 Блэк Коинов в каждом ролике, поэтому, дружище, обязательно выполни три условия, чтобы стать участником. А именно, первое, это поставить лайк под ролик, второе, подписаться на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать следующие ролики, потому что именно там вы узнаете итоги конкурса. И, ребята, третье, это написать слово «участвуй в свой ник и сервер», где вы играете в комментариях для рандомайзера. Что ж, ребята, желаю всем удачи. В прошлом ролике у нас побеждает вот этот молодой человек. Дружище, свяжись со мной в социальных сетях, чтобы забрать свой приз. Ну а мы, ребята, начнем с того, что как только вы появитесь в ВВП, нажмите на чат и введите команду слэш-прома. Ребята, команда нужна для того, чтобы вводить все промокоды, которые есть у нас в игре, и выбираем первый пул, сходу вводим мой промокод к хэштег Топкин. Ребята, после его активации вы получите герек за 20 мультов, косячу Жизмонда Маску Тролля и VIP Голтакан для развития вашего персонажа. Так вот, друзья, если вы только начали играть на проекте, то есть у вас второй уровень, вы проходите, я надеюсь, начальные квесты от Михалыча. И, в общем-то, в любом случае вас игра приведет в автошколу, которая, в принципе, расположена у нас в городе Латкарина. И вот так вот, ребята, у нас выглядит, в общем-то, учебный класс. После того, как вы сдадите теоретический экзамен, а именно ответите на вопросы, у вас будет, конечно же, автодром, а потом поездка по городу. Здесь ничего сложного нету. Сейчас, ребята, расскажу вам все самое основное. И, в общем-то, думаю, что вы после просмотра этого ролика сможете всегда задавать права без каких-либо проблем. Для того, друзья, чтобы узнать, есть ли у вас лицензия на тот или иной вид транспорта, достаточно ввести простую команду, которая называется хэштеглик, то есть лицензия. И выбрать ID человека, которому вы хотите показать свою лицензию, либо же, в данном случае, самому себе я покажу. И вот так вот, ребята, у нас выглядит, в общем-то, картинка с лицензиями, чтобы вы понимали. Что, друзья, как вы видите, у меня все категории отсутствуют, кроме оружия. Оружие, ребята, можно получить без каких-либо проблем на четвертом уровне, после того, как вы получите непосредственно саму лицензию. Для этого нужно 30 тысяч рублей на счету, 100 законопослушности и, ребята, четвертый уровень. Все максимально просто, единственное оно, что законопослушность получить максимально сложно. Поэтому самый простой способ, ребята, получить все лицензии на оружие и все водительские права, это, конечно же, купить все это дело в донате за 150 рублей. Выходные за x2 за 75 рублей. Что нужно знать, ребята, основное по водительским правам и по лицензии. Как вы заметили, здесь у нас есть срок, то есть срок того, как вы получите, в общем-то, права, допустим, ровно 30 дней. То есть через 30 дней вам в любом случае придется сдавать права заново, потому что они просто слетят. Как-то их продлить нельзя, только сдавать заново. Поэтому, ребята, данный ролик, ну, конечно же, актуальный. Также, ребята, напомню, что если вы катаетесь и нарушаете ПДД, то, допустим, вот на красный цвет светофора проехали, вы получаете штраф. Если вы получите за один день 3 штрафа, то вам нужно будет сразу оплатить в течение суток их в ближайшем отделении банка. Иначе у вас все права слетят. Имейте в виду, это очень важно, не каждый игрок об этом знает. И, ребята, если вы просто забьете на это болт и будете кататься дальше, то как только вы получите 10 штрафов в течение вот одного дня, у вас сразу же слетят все лицензии. Поэтому, ребята, штрафы лучше не получать. Ну, а если получили, оплачивайте сразу, чтобы, в принципе, не пришлось в фотошколе торчать вечность. Итак, ребята, погнали по вопросам теперь. У нас есть категории, их всего лишь 5. Это категория А, Б, С, Д и, ребята, водный транспорт. Водный транспорт для новичка, в принципе, не имеет вообще никакой особенности. Когда получите 18 уровень, имеет смысл ее получить, чтобы работать на самой прибыльной работе на водолазе. На самом деле, если сюда перейти, здесь вообще категорически нету никаких сложных вопросов. Даже не буду, ребята, задавать, просто покажу вам. То здесь всего лишь у нас 4 основных непосредственно вопроса по радиокальному меню. И, ребята, всего лишь 4 по знакам, которые есть у нас на воде. То есть это максимально легко и просто сдается. Вы просто посмотрите, что тут есть, и все, и сдадите. Вообще никаких проблем нету. Конечно же, с правами на транспорт немножко посложнее. Здесь больше вопросов, ребята. Но есть, конечно же, функции, так скажем, которые помогут вам сдать все это максимально просто. Смотрите, ребята, колондаек здесь в том, что самая главная категория, конечно же, это категория Б. Как бы вы не смотрели на все остальное, в любом случае категорию Б вы получите даже для того, чтобы покататься на гельке за 20 мультов, который дается, по-моему, промокоду. Что ж, ребята, что вы понимали, категория А, С и Д это все то же самое. Единственное, но, ребята, что здесь есть отличие. Это в конце всего вот списка вопросов, которые у нас и ответов есть, добавляется просто парочку знаков, которые исключительно для этого транспорта. То есть вам достаточно просто их запомнить и без каких-либо проблем вы будете получать категории абсолютно все. Что по поводу, ребята, категорий? Какие стоит получать, какие нет? Все это, конечно же, вкусновщина. Но если ты, дружище, новичок и не знаешь, не смотрел ролики по развитию, то тебе на втором уровне я рекомендую сразу получить категорию Б и Д. Категория Д нужна для того, чтобы работать на автобусе. Первое время здесь ты заработаешь свои основные деньги. После этого можешь, в принципе, через месяц просто болт забить и больше не продлевать. Категория С. Понятное дело, что это грузовой транспорт. Он котируется вроде на мусоровозе. Хотя не знаю, есть ли смысл вообще на нем работать, потому что работа все-таки не такая прибыльная. И, ребята, в ТК на дальнобой на 10 уровне. Вы в любом случае будете ее получать. Это прям очень вкусно. По водному транспорту я сказал. Категория А, ребята, это все возможные байки. На байках кататься опасно для жизни. Можно влететь в забор и остаться без головы. Поэтому это вкусовщина. Хотите сдавайте, хотите нет. Мы, ребята, рассмотрим сегодня все на категории Б. Потому что это самая дешевая категория. Хотя, в принципе, ничего сложного нет. Радиальное меню, ребята, доступного в любом транспорте. Как вы видите, здесь и освещение, и подвеска, и лауч-контроль. Короче, все функции, которые вы можете использовать для того, чтобы использовать транспорт. По поводу вопросов тоже максимально все просто. Достаточно просто знать термины. Желательно их, конечно же, не то что выучить. А просто с ними ознакомиться, чтобы у вас было понятие, о чем идет речь. Вот, допустим, я постоянно путаю знаки. А вот эти вот стоянка запрещена и остановка запрещена. Да, это прямо у меня, прямо вот всегда проблема. Но, в принципе, ничего страшного. После того, как вы ознакомились, сразу погнали сдавать. Вам дается, ребята, 15 минут на вопросы. Прикол в том, что вопросы максимально запутанные. Ничего сложного в этом нет. Но есть просто, так скажем, от разработчиков подколы. Поэтому просто смотрите, что означает картинка. Внимательно читайте и сдавайте. Можно допустить две ошибки, после чего вы спокойно, ребята, пройдете данный экзамен. Итак, ребята, что это означает? Это означает, что у нас конец населенного пункта. Надо просто прочитать, что нам подходит больше всего. Ну и, ребята, здесь, в общем-то, первый ответ. 90 километров в час, потому что 110 это только на магистрали. Выбираете, если правильно, у вас сразу получается счетчик. В общем-то, проходит дальше. Данный знак, это знак «Уступи дорогу». Вот видите, ребята, как сделано? Написано, что тут, типа, это второстепенный знак, и вы имеете преимущество. Понятное дело, что вы его не имеете, поэтому просто правильно читайте и выбирайте знак. Радиальное меню — это самое простое. Дальна кнопочка включает и выключает освещение. То есть тут даже думать не надо. Вот это, ребята, это остановка запрещена, вроде как. Поэтому давайте посмотрим, что здесь подходит. Хотя нет, ребята, вроде остановка и стоянка. Я говорю, я их всегда путаю, но давайте я выберу. Да, я правильно выбрал. Все-таки две черточки — это и остановка и стоянка. Одна — это только стоянка. А что ж, думаю, этот знак знают все. Это автобус. Ну, либо обобус в данном случае. Смотрите, не на косячке. Ну и, ребята, самое правильное, конечно же, это место остановки автобуса. И вообще, по нашим правилам ГИБДТ, нужно останавливаться за 15 метров до этого знака. Что ж, данный знак «Дорога» разрешена только по направлению стрелки, то есть прямо. Выбор, конечно, соответственно, правильный. Только движение прямо. Данный знак — это, ребята, знак «Стоп». То есть вы должны остановиться на стоп-линии. Как открыть радиальное меню для управления автомобилем, ребята? Все очень просто. Здесь можно нажать на кнопку «Меню», и оно сразу откроется. Данный знак, ребята, это запрещает нам обгон. Вот, ребята, правильный ответ, поэтому просто запомните его. Данный знак, в общем-то, ребята, в общем-то, отменяет на дороге все предыдущие знаки запрета. Вот, ребята, правильный вариант ответа. А стоп-контроль, ребята, это довольно-таки интересный знак, потому что он ставится только на специальных местах. Ну и больше всего здесь подходит вот этот вариант с ДПС. А данный знак радиального меню включает двигатель и выключает, соответственно, его тоже. Что ж, это максимальная высота габаритов вашего транспорта, который здесь может проехать. Все очень просто, ответ тоже логичный. Данный, ребята, знак, это стоянка, потому что мы остановку и стоянку уже выбирали. Ну и, в общем-то, ребята, ответ тут один. Ну и, ребята, самое простое, это опять радиальное меню и данный знак парковка, но не в любом месте, а именно где вы находитесь, имейте в виду. Что ж, ребята, вот так вот просто, без каких-либо ошибок, мы получили 15 из 15, после чего начинается автодром. Ребята, я вам его показывать не буду, ничего сложного нету, вы просто должны проехаться, получается, по маркерам, после чего у вас будет город. Просто следуйте, так скажем, пути, выполняйте то, что вам подскажет, в общем-то, наставник, и все, вы получили права. Также можно провернуть со всеми правами категории B, D, C, A, которые вам нужны. Водный транспорт, ребята, все это вкусовщина, которая нужна будет только после 18 уровня. Типа, если вы качаете рыбака, да, может быть, можно получить, но ради прикола чисто, чтобы просто пофаниться. А так, ребята, это не имеет никакого смысла. Что ж, друзья, надеюсь, данный ролик был вам, в общем-то, по нраву, он вам понадобился и пригодился, поэтому лайк, участвуйте в конкурсе, всем спасибо за просмотр и пока-пока.